всем привет значит сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот вещицы это поплавок для нахлыстовой снасти сейчас я вам покажу более близко ну собственно говоря это даже не поплавок это такой индикатор для ловли на нимфу нимфа собственно говоря это так скажем глубинная даже в какой-то степени донная насадка вот конечно тоже имитации личинки насекомого но проводку которого и поклевку мы визуально наблюдать почти что никогда не можем и поэтому нам нужно хоть как-то следить за нашей приманкой что она делает на дне поэтому вот придумали вот такая вот кисточка закрепленная на подлеске или же на поводке в зависимости от того на какой глубине в каких условиях мы ловим вот скорее всего смазаны сбрызнуты флотан там для того чтобы не тонуло сделаны из какой-то синтетики и собственно говоря вот в этом видео я хотел бы рассказать как это сделать самому конечно все это можно купить трубочки синтетику эту и крепить но честно говоря стоит по моему это дороговато то есть вроде как один поплавочек вот такой стоит порядка 2 долларов честно сказать жаба душит очень жестко размеров они могут быть разных подъятий хочу показать и можно их сделать вот сама синтетика вот это вот это могут быть волокна из паракорда вот собственно говоря просто берется паракорд распушается разных цветов я допустим на воде зеленый почти не вижу зато хорошо вижу красный оранжевый белый хорошо вижу можно использовать какие там айр винги по и пара винги то есть это такая вот специальная синтетика чтобы делать крылышки у мух давайте я даже покажу как она выглядит что на себя представляет то есть это вот такое вот волокно вот она которая мы отрезаем нужный нам кусочек нужный отрезок игры собственно говоря как крепится на леске вот этот вот поплавочек вот этот индикатор поклевки крепить его можно различными способами но я хочу показать один и я даже нарисую его на бумажке только потому что я боюсь что вот эту леску хотя взял ее зеленую не будет хорошо видно на видео я просто не смогу показать какими-то веревками как я показывал узлы потому что для того чтобы показать с веревками нужно толстенную трубку нужно очень много этого пара винга нужно взять толстый шнур то есть не получится у меня это все поэтому я хочу вам показать на бумажке значит вот смотрите берем лист бумаги и рисуем нашу ли значит для того чтобы закрепить вот эту вот кисточку давайте я лучше на красном буду показывать на оранжевом он лучше виден значит он состоит из чего отрезок трубочки вот маленький по своему опыту лучше скажу что но своему опыту в рыбалках поплавочной рыбалки лучше использовать силикон вот потому что силикон во первых он имеет естественно свои какие-то пружинящие свойства то есть он оттягивает то что сжимает и пара силикон не настолько скользкий конечно коробочка вот этих вот силиконовых трубочек она тоже стоит нормально но в принципе можно купить просто силиконовые трубочки отдельно вот это конечно не очень качественный силикон я тоже купил его в рыболовном магазине здесь трубочки разного диаметра но об этом будет скажем немножко позже вот значит мы берем трубочку берем ножнички и отрезаем от трубочки ну примерно где-то миллиметра два с половиной вот здесь вот силиконовый отрезочек лежит вот который я снял я его использовать не буду потому что он не так хорошо виден значит что нам нужно сейчас мы берем леску сгибаем ее напополам и нам нужно ее просунуть в трубочку мы можем и просто просунуть трубочку можем использовать вот такого плана приспособления это какой-то швейный крючок насколько я знаю вот он есть еще вот такой вот он закрывающийся то есть в одну сторону мы его протягиваем вот так вот мы его внутри проталкиваем открывается когда обратно тянем он сам закрывается классная вещь ну вот это еще советских времен я у матери нашел сейчас где такие купить я не знаю вот он очень тоненьким даже я вам скажу если обратить внимание какой-то плоский такой и он каленый то есть он имеет свою это жесткость вот значит не важно каким крючком можно даже по большому счету просто хорошо согнуть леску поводок наш и протянуть в трубочку не важно ну конечно таким вот приспособлением пользоваться гораздо удобнее то есть мы просовываем крючком подцепляем трубочку и стягиваем ее на леску вот то есть трубочка у нас появляется вот в этом месте маркер уже плохо рисует ну ладно значит сейчас нам нужно вот я надеюсь что видно моя петелька вот петелька и трубочка сейчас нам нужно просто взять кусок наш отрезок паракорда но я не знаю сколько здесь сантиметра 4 наверное можно взять больше потом отрезать это неважно сантиметра 4 кстати чтобы паракорд был такой пушистый вот так как при распутывании он будет вот такими волокнами если мы иголкой просто его распутывать берем просто кусочек самые обыкновенные липучки и расчесываем его и он становится такой пушистенький очень но втянуть мы можем даже волокна не надо его распушать пока что и просто вот этот паракорд ну или air wing смотря что мы там будем использовать просто вот просовываем в наш петлю из лески то есть вот сюда вот складываем напополам и натягиваем отрезок наши трубочки натягивая сильно не надо можно всего лишь так вот растянуть леску он немножечко туда упрется и собственно грани куда он сейчас отсюда не денется еще плюс силикона силикон не так сильно режется леской конечно это все со временем придет негодность все это будет выкинуто или потеряно где-то на рыбалке нужно будет ставить новый но тем не менее вещь хорошая вещь полезно и нужно и делается как вы видите стоит копейки можно взять не паракорд можно взять до любого я вижу он просто на расстоянии места этот клина капроновая нить такая толстая знаете на многих она есть можно просто распушить также сбрызнуть флотан там она будет работать как парашютик такой не парашютика как поплавочек вот при том если у нас на конце одета муха нам плюс этой этого монтажа если у нас на конце уже одета муха давайте вы не считаете что это муха то нам снимать все это дело то точнее нам обрезать муху не нужно для того чтобы одеть данного типа поплавка очень удобный крепеж ну и теперь хотелось бы пару слов сказать как все это дело носить с собой вот потому что в принципе вот носить с собой отдельно трубочку носить с собой отдельно этот крючок носить с собой отдельно можно полоску паракорда или же скажем пакетик аэрвинга тоже не особо удобно для этого есть несколько вариантов которые я сейчас хочу вам показать значит ящик уберу свой листик ну вот пускай вот эта мушка моя лежит не мушка вот на секундочку стану на паузу все есть немножко разгребу и продолжу ну что давайте приступим как все это носить с собой удобно и что прямо на рыбалке можно было сделать и смонтировать поплавок потому что во первых нужно еще здесь сказать одно замечание поплавок бывает нужен вот этот индикатор бывает хватает вот почему я их сделал разного размера бывает хватает такого малюсенького прекрасно виден а бывает нужно побольше в этом нужен более пушистый бывает захватит в два раза тоньше конечно все это можно сейчас обстричь но другой стороны для чего портить зря материал так что давайте рассмотрим как все это удобно с собой носить конечно же для того чтобы мокрыми руками к тому же я вам скажу вот я сейчас сижу за столом мне очень легко в отрезок трубочки тоненький сложить на пополам леску здесь когда мы стоим на воде когда течение когда бликует солнце то не особо это удобно поэтому все-таки лучше что-то вот подобное носить с собой такой вот крючок его можно повесить на ретривер рядом с ножничками то есть мы вот берем ножнички сразу же откусываем нужный нам кусочек трубочки вот он или любые другие ножнички какие вам удобно мультитула как как удобно потом можно взять вот такого вот плана купить крючки срезать вот это вот пластиковую ручку взять круглогубцы и просто загнуть колечком проволоку так ну собственно гретош проволоку это понятно вот или же вот такого плана вот я тоже приобрел себе крючок он на конце так немножко расплюснуты я в нем просверлил дырочку и просто повесил колечко в крутиру вставил обыкновенное заводное колечко рыболовное сюда можно поставить рыболовный вертлюжок но я не думаю что мне это будет нужно но и к тому же это будет еще немножко лишняя погремушка но собственно говоря я на этом уже заострять внимание не буду я думаю все вы прекрасно понимаете в моем случае вот у меня вот такого плана ретривер булавка я уберу пока они будет немножко позже вот ножнички у меня одеты сразу же вот просто мы берем через это колечко одеваем крючочек этот и он у нас здесь висит если нам допустим не нужно скажем мы не собираемся ловить на нимфу то есть нам вот это вот вообще поплавок не нужно допустим мы идем ловить на сухую муху или же на мокрую муху где в принципе поплавок не нужен где все это поклевка проводка все видно визуально глазами то естественно мы просто снимаем не использовать потом конечно когда будет все это по карманам валяться по каким-то коробочкам тоже не особо удобно значит предлагаю что вариант первый вот я взял здесь обрезок скрепки берем кусочек скрепки сгибаем напополам и скручиваем я прошу прощения если я ухожу из кадра вот это ухлать лишних усилий вот значит сейчас вот на получившуюся такую петельку можно эту петельку сделать из иголки для чего угодно просто скрепка канцелярская меня под рукой была я использую значит берем трубочку капельку суперклея сюда и просто одеваем трубочку ну дальше значит трубочка у нас закончилась мы ее кусали ну то есть я думаю вы понимаете что сейчас все это конструкция висит то есть трубочка у нас висит вот это вот крючочек у нас висит все у нас висит все у нас удобно как закрепить паравинг или как нам закрепить скажем кусок паракорда вот отрезок в принципе вот это вот отрезка паракорда увидите что есть уже и вытягал волокна кстати волокна из паракорда просто вытягивается вот мы немножко распушаем его потянули за какую-то нить она насылась значит как закрепить паракорд паракорд можно какую-то здесь прищепку или же вот этот материал а можно просто взять такую же вот сделать петельку сюда каплю суперклея и никуда она не денется то есть тогда а можно даже вообще еще лучше сделать даже петельку не надо суперклеем мы можем просто зажигалочка так вот я уже делал зажигалочкой погрели взяли какую большую иглу проделали вот здесь отверстие такое большое и так как волокна паракорда сейчас уже не очень плотные просто можно одеть на ретривер вот все паракорд висит нам нужно вытянуть нить ничего снимать не нужно мы просто тянем одну нить но как видите гармошкой складывается берем отрезаем ножничками в нужном нам месте уже тупые ножнички все складываем сколько нам нужно несколько нитей то есть отрезаем сколько нам нужно также как я уже показал отрезаем трубочку всем пользуемся неудобства в чем погремушка это раз но если как по допустим меня на куртке sims есть магнитик то погремушки это не будет второе что одними и теми же ножничками отрезать до какой-то поры удобно но да в принципе почти до конца удобного вы видите в принципе нормальная конструкция но делать все это на рыбалке тоже не особо удобно поэтому у меня есть совершенно другая идея значит у нас висит вот это вот на ретривере все у нас классно значит мы берем листочку потолще допустим в моем случае я сейчас возьму отрезок лески 0 5 какая-то самая дешевая леска обыкновенная монофильная можно для цветную чтобы было лучше видно вот никакие нам вставочки не надо никакие нам супер клей не надо сразу делаем допустим вот у меня очень легко я вижу белый и как я сказал я вижу оранжевый поэтому я сразу же взял себе дома нарезал вот этих вот кстати вот как снять поплавок с лески просто складываем на пополам и стягиваем протягиваем трубочку ну вы же увидели и сразу же вы видите у нас разделяется напополам наш материал наша синтетика вот и мы ее можем опять куда-то закрепить скажем вот как я говорил булавку мы можем точно также все это закрепить на булавку ну опять одеть трубочку опять использовать наш крючочек и носить это на булавке а можно взять кусок лески вот и сразу же дома сделать себе несколько вот этих вот заготовок просто их повесить на нашу леску толстую я прошу прощения вот и можно их крепко не прижимать к себе но я имею ввиду не сжимать чтобы она так свободу свободненько болталась вот эту всю лишнее мы обрезаем и представьте что у нас висит маленький собственно конечно не три штучки наделали мушек точнее наделали поплавочка разного размера разной длины сразу же вот таким вот способом закрепили на толстой леске просто сделали колечко я конечно сделал быстро и не особо аккуратно просто взяли кусок лески завязали колечко и точно так же надели на ретривер вот она у нас висит наша уже заготовочка сразу вот я не буду одевать чтобы не брончать на камеру допустим нам нужно снять скажем зеленую муху зеленый поплавок мы хотим одеть вот такие условия сейчас там хорошо виден зеленый поплавок вот наша леска мы значит берем он у нас висит на грузии на ретривере просто вот прошу прости внимание тянем за трубочку трубочку настягивается держим трубочку и сразу же у нас на пополам разделяется наша синтетика все сейчас также берем с ретривера вот этот крючочек одеваем протягиваем леску в колечко одеваем синтетику прошу прощения из-за того что она уже отлежалась она ведь она прямо висит на этом деле все все одеваем на место поджимаем подводим все у нас хорошо наш поплавочек распушается смазываем флотантом ставим в нужное место все у нас работает то есть я вам показал два варианта конечно на случай вот с этим все-таки лучше с собой носить и вот это и вот это вот где-то в коробочке в рюкзаке в кармане где угодно вот а все-таки лучше носить несколько сделанных поплавочков можно на булавочки потому что плюс у булавочки то что у нас с собой всегда еще будет дополнительная иголочка вот а можно просто сделать колечко из проволоки и на этом колечке носить несколько поплавков вот такая вот идея все всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео а